День российских студенческих отрядов громко празднуют в ТОГУ бойцы регионального движения РСО. Это не просто студенты. Они строили БАМ, работали проводниками, на Путине, помощниками врачей в больницах и вожатыми в детских загородных лагерях. Я в студотряду уже четвертый год. Начинала обычная вожатая, работала в Кривом детском центре «Созвездия» и в Аноцот, в Зиндудный город. Это детский лагерь у меня Олега Кашевого. Сейчас я занимаюсь трудоустройством ребят в эти и другие лагеря нашего края. Студенты ТОГУ работают в студотрядах с 2015 года. Здесь появился один из первых в Хабаровском крае штаб движения РСО. Только в 2023 году такую трудовую школу прошли больше 250 студентов вуза. В этом году ТОГУ планируют повысить планку до 300 человек. Для этого в учебном заведении прошел первый карьерный форум «Труд-крут», который может помочь будущим бойцам в трудоустройстве. Чтобы ребята не на выходе из университета, но еще будучи студентами первого, второго, третьего курса университета, уже могли попробовать себя в реальной профессиональной деятельности. Вместе с работодателями университета мы сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы привлекать ребят, студентов в первую очередь строительных направлений для реализации девелоперских проектов, для социально значимых строек на территории Хабаровского края и в частности города Хабаровска. На карьерный форум «Труд-крут» пришли работодатели со всего края, чтобы пригласить студентов к себе на предприятие. У нас рыбодобывающее предприятие находится в Тугуро-Чумиканском районе, село Чумикан. Ежегодно у нас проходит набор сотрудников с мая по октябрь месяц на сезонные работы, так называемые. Работа у нас для студентов, также есть, если ребята хотят поехать, работать и заработать, добро пожаловать к нам. Трудоустройство у нас официальное. В прошлом году мы трудоустроили порядка 60 человек, именно студентов. Студенческие отряды существуют в Хабаровском крае уже 12 лет. В прошлом году работу в них получили больше 1200 студентов, а некоторые еще и стали волонтерами. Вступил в отряды в сентябре этого года. Уже поучаствовал в нескольких мероприятиях, в том числе их счет «Меди-снежный десант». Это, наверное, для меня, что пока самое яркое, что было в моей студенческой жизни. Мы помогали бабушкам, детям проводили уроки. Современное движение трудовых отрядов в России уже 20 лет. А самые первые студотряды появились в стране 65 лет назад. За это время первый трудовой опыт получили 20 миллионов человек. Мария Шулешко, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск. Конец. 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 КОНЕЦ.